всем доброе утро у нас сегодня очень хорошая погода тепло на улице градусов где-то 25 и сегодня мы собираемся на рыбалку наконец-то я уже сварила это перловка на нее можно рыбку ловить час она остывает также сварила вот такую вот кашу здесь чечевица горошек кукурузная каша тоже перловка и надавила семечек сейчас все это остынет потом переложим и сейчас еще покушаем стала пораньше кушать приготовила лишь в больницу ходил вот так морозик у нас ловит мух и их есть не за у кого еще также пишите лучше б комаров бы ловил ну и мух в принципе тоже у нас на окнах что здесь что на балконах сеток нету так что пользуемся такими вот пластинами мы уже почти приехали поехали мы на рыбалку в ростовку находится на выезде из омска заехали взяли такого средства от отмышки от комаров и от клеща ну что сейчас в прошлый раз мы ездили ну к нему в общем на кроссовок залез клещ ну такой маленький и в прошлый раз мы такой убрали и вот в этот раз тоже наш вот побежал там что-нибудь покушать взять нам такое в общем средство дорогое она что чем-то рублей стоит на улице жаре не вообще невыносимо я шлепки отдела может она спортивная сейчас приедем одену носки набрызгаюсь и взялась с собой резиновые сапоги и переодену на резиновые сапоги или может быть шлепках только буду и Приехали мы на речку. Это река Омка. Тут уже люди купаются. А вот тут дачный поселочек на берегу. Машины стояли и уехали. Мы сейчас закинули удочки. Посмотрим, что тут за рыба. У нас в ВКонтакте есть группа «Рыбалка в Омске». Там я почитала. Почитала и пишут, что именно здесь лот карася. Надо было поближе закинуть. Сильно далеко. Будем ждать первую поклевку. Всем доброе утро. Я продолжаю свою рубрику «Неделя до зарплаты». У меня сейчас завтрак. Что же я буду сегодня кушать? Подогрела я молочком. И я распробовала вот такие вот натуральные зерновые продукты. Это у нас отруби хрустящие пшеничные. Я их брала вроде бы в Ашане. Если видео найду, вам сверху прикреплю ссылочку, чтобы вы посмотрели. Не помню, какая стоимость их. Так. Вот. Не рекомендуют употреблять при заболевании желудочно-кишечного тракта в стадии обострения. Так. Способ применения. 40 грамм продукта в день вместе с жидкостью. Это может быть чай, молоко, кефир. Состав продукта отруби пшеничные, соль менее 2%. Так. Ну и тут вот про отруби. Отруби полезные. Можете вот почитать. Я их прям распробовала. Из кефира у меня была прям полная пачка. Сейчас вам покажу, как они выглядят. Вот так вот они выглядят. Я, в общем, как делала. Вот этот кефир у меня был. И еще ацидобифелин. Вот этот вот тоже. Он мне не понравился, потому что он сильно густоватый. И кефир, он все равно пожиже. Что я делала? Я, в общем, кефир. Добавляла вот эти отруби. И где-то чайную ложку сахара. Все это перемешивала. И очень-очень вкусно. Так что, кто еще не пробовал, очень полезный завтрак. И с отрубями можно фруктиков, конечно, добавлять. И клубника сейчас пошла. И банан, и киви. Ну, я сейчас делаю с отрубями. И вот у меня есть еще мюсли здесь. Какие-нибудь насыплю. Так что, всем, ребят, приятного аппетита. У нас настало время обеда. Я приготовила суп из чечевицы. Но буду делать суп-пюре. Здесь у меня чечевица, мяско. В общем, у меня было две голени. Я их разделила от костей. Так что, у меня еще зажарка. Смесь овощей. Еще замороженные помидоры были. Все сюда, все я выключила. Сейчас он маленько остынет. И буду все перебивать через блендер. И у меня еще осталась зеленая гречка. Тоже сделала ее с зажарочкой. Добавила. И еще у меня остались в заморозке. Сейчас вам покажу. Как-то Леша брал котлеты. Вот такие вот в Ермолина. Такие вот котлетки. И еще у нас замороженные. Замороженные блины есть. На всякий случай. Как раз, когда неделя до зарплаты. С творогом. И с печенью. Когда нет времени, что-то печь, готовить, тесто заводить. Но сегодня время у меня более-менее есть. Я еще... У меня здесь кусочек дрожжей остался. Не знаю, может быть, эти булочки. К чаю. Так что, всем приятного аппетита. Вот такой вот супер у меня получился. Я еще сюда выткнула ваврушку. И так же ставила тесто. Она у меня вот так вот поднялась. Сейчас буду печь булочки с маком. С сахаром и корицей, наверное. И будет у нас шток чаю. Я делала королевскую ватрушку. Мы ее уже так подъели. Ну, уже съели. Тут на раза два осталось. Сейчас напеку булочек. А на ужин сделаю просто сейчас пожару котлетки и подливы. Будет у нас гречка с котлетками и с подливом. Ну, все. Буду печь сейчас булочки. Приготовила я начинку. Это мак с сахаром. Сахар и корица. Так же яйцо. Чтобы смазывать наши булочки. Ну, а что, сейчас теперь будем раскатывать и делать наши булочки. Я сейчас смажу руки растительным маслом. Буду рассказывать и буду все вам показывать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 И на сухих! Потому что делаю из сухих, у меня тесто, в общем, особо-то и не поднялось. Вот такие вот. Очень мягенькие. Я тут одно ужин начала кушать. Вторая партия у меня еще готовится. Все, тесто закончилось. Вот что у нас будет сегодня к чаю. А на ужин. Вот такие вот котлетки с подливом. Кому понравилось моё меню, ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Я думаю, эта идея готовить, что осталось, вот и зарплаты осталась неделя. Я думаю, вам интересно. И также мне интересно, что я придумаю, из чего мне осталось приготовить. Всем пока!